вы настроились на аварийную радиочастоту нервоз располагайтесь поудобнее ну а теперь погнали цена рода автор геннадий казанский в то утро я выпил последнюю чашку чая или кофе не помню точно казалось бы в такие моменты даже мельчайшие детали как паяльником выжигаются в памяти написал прощальную записку извиняться мне пришлось перед родителями стал на роскошный столик накинул петлю на шею веревку привязал к потолочному крюку на котором ранее висела люстра с абажуром правило первое выбирайте район в котором вам приятно жить возвращаться домой с улыбкой это дорогого стоит я не смотрел на район не смотрел на дом не интересовался соседями меня привлекла низкая цена и инфраструктура до работы добираться удобно в конце лета я переезжал из родительского дома с минимальными накоплениями огромной надеждой и статусом кулибина деревенского масштаба еще в детстве отец показал как регулировать тягу панара как перебирать двигатель его ржавого четыреста двенадцатого москвича и с тех пор я проводил время под капотом под днищем в яме с ног до головы покрытый маслами и ректификатом красавец из недр из чистого у меня были только голубые глаза к нам в гараж привозили машины со всего района иногда очередь была на неделе вперед с годами отцу стало сложнее ковыряться в пыльном гараже лежать на холодном бетоне перебирать ходовую летом еще ничего зимой работа не из легких приходилось заниматься одному решение переехать в город приходило постепенно да и к 25 годам пора бы пожить самостоятельно родители поддержали а в родной гараж думал я всегда смогу вернуться правило второе хозяин квартиры должен быть адекватным вам придется часто иметь с ним дело обратите внимание на неповторимую текстуру капового карагача говорил хозяин квартиры симеон ваджраякшин кучерявый псих повернутый на поделках он лет на десять старше меня креативный самоделкин с неопрятной шевелюрой длинным вороньем клювом вместо носа и острыми маленькими глазками казалось он больше пытался впарить мне столик чем сдать квартиру красота же продолжал настаивать он находя все новые аргументы в поддержку своего творения да очень красиво буркнул я в ответ а ножки только посмотрите как они изящно дополняют рисунок древесины это же согнутая арматура в этом столике смешались классический декор и хай-тек симеон крутился возле стола как волчок на столе знатоков известного телеклуба да некоторые элементы я нахожу на свалках но кто сказал что творчество требует магазинных деталей понимаете у нового нет истории новое не несет в себе ничего а вот подгнившие доски или ржавый металл это антиквариат современного декора с такой идеологией ему точно придется по сердцу моя старенькая машина подумал я по каким дням вам удобнее принимать оплату я решил вернуть беседу в нужное русло этот кухонный столик стоит признать единственный приятный глазу элемент бабушкиного чулана который кто-то назвал однокомнатную квартиру весь остальной интерьер вызывал отвращение с первого взгляда и со второго и с третьего узорчатая пенопластовая плитка на потолке карниз с коричневой шторой закрывает окно от потоков свежего воздуха с одной стороны комнаты трильяж с другой трюмо вместе они создают зеркальный коридор шикарное место для вызова пиковой дамы мелькнуло в голове шкаф стенка в цвет темного дуба добротно покрытого лаком завален старым тряпьем лохмотьями ветками на полу огромный ковер впитавший пыль веков и песок стариков когда клонирование будет доступно можно собрать армию людей только с одного ковра а по каким днем вы бы хотели вопросом на вопрос ответил кучерявый мне без разницы продолжал бубнить я осматривая оставшуюся часть бобровой норы стариковская свалка жизни удел забытого пенсионера одноместная каюта панельного лайнера давайте так каждое двадцать восьмое число каждого последующего месяца кучерявый захихикал будто сказал шутку правильно ли я помню что вы говорили что есть балкон спросил я леший меня разбери он сделал движение руками будто молотком гвозди вбивал все верно пойдемте покажу мы протиснулись между шкафом и раскладным диваном меня пробила зноб страшно представить кто мог на нем спать пятна на бордовой ткани говорили что на нем не только спали надеюсь это не кровь хотя остальные варианты еще хуже мысли хороводом неслись в голове вот и балкон кучерявый указал на окно не обращайте внимание на отсутствие входа я его еще сделать не успел квартира на втором этаже не предусматривает наличие балкона но я получил разрешение и построил сам он упер руки в бока сверкнул улыбкой победителя конкурса творец года и подмигнул мне я выглянул в окно старые лыжи дубленки колеса пакеты какие-то коряги одежда 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 какой ужас и я по всей видимости буду тут жить с моим скудным бюджетом выбирать было не из чего поэтому я был готов заселяться симеон когда я могу заезжать его улыбка стала еще шире и лучезарнее обычно у меня поселяются творческие люди предыдущий квартирант например был музыкант постоянно музицировал на саксофоне соседи регулярно жаловались на шум звонили мне грозились подать коллективную жалобу перед саксофонистом жил художник выставлял свои работы тут недалеко на вернисаже у него купил картину некий ценитель разрекламировал его и квартирант съехал вроде в петербурге теперь в тусовке мастер кистей красок а какой у тебя талант спросил он меня со смехом талант я механик я в искусстве не силен зато коробку перебрать могу а еще могу заплатить за первый последний месяц сказал я и снова задал вопрос когда можно въехать он засмеялся и снова сымитировал удар аукционного молотка продано короткостриженному худому парню в первом ряду езжай хоть сейчас только утрясем гнусный денежный вопрос подпишем бумажки живи спокойно симеон светился от счастья я передал ему взнос и рядом с графой где значилось мое имя николай сварогин поставил незамысловатую закорючку так началась моя самостоятельная жизнь в дивном однокомнатном спальном эдеме съемной халупы правило третье создайте уютную обстановку дома вы должны отдыхать не успела дверь за кучерявым закрыться как я сбросил маску угрюмости и позволил себе насладиться первым успехом самостоятельной жизни широкими шагами обошел новое жилище много времени это не заняло расстояние в семь широких шагов от коридора до окна на балкон два шага от комнаты до входной двери и три шага от двери до кухни где можно сделать по шагу в каждую из сторон неужели это все со мной происходит наяву радость в голосе скрыть уже нельзя перед собой не страшно сбежал по лестнице вниз конечно бегом кто вообще пользуется лифтом на второй этаж достал из своей антикварной восьмерки единственную сумку с пожитками симеону авто понравилось бы он даже мог бы сделать из него столик или другую оригинальную поделку забежал обратно в чулан который предстояло сделать дворцом из колонки гремела музыка уборка и танцы слились в единый вихрь моего энтузиазма в меня будто вселился дух вдохновения я точно танцор выделывал различные пар размахивая тряпкой протирая пыль современный клининговый контемп отражаясь в трильяжи и трюмо вместе со мной танцевала еще четверо у моего ансамбля песен и плясок короткая стрижка под ежик клетчатая фланелевая рубашка потертые джинсы наш лучший наряд раз уж занялся серьезным делом надо делать его серьезно под раковиной на кухне я нашел мусорные пакеты начал доставать из шкафов старые шмотки то ли от прошлых жильцов то ли от того пенсионера чья нора стала съемной предназначалась исключительно для творческого бомонда точно не знаю плевать будто ковшом выгребал вещи из старого шкафа странно проговорил я тряпье хоть неряшливо но распихали по комплектам кофты и штаны скручены в клубок рубашка и брюки футболки и джинсы майки и шорты не стал заострять внимание просто сваливал вещи в пакет мусорные пакеты копились я их складывал один на другой как будто строил снежный форт только из мусора из очередного отсека вместе с тряпками на пол выпали три коряги какие-то палки длиной сантиметров 30 а шириной как черенок лопаты я поднял находку и легкий мороз пробежал у меня по загривку каждая деревяшка смотрела на меня вырезанными глазами три фигуры лица руки ноги разные по сути одинаковые по смыслу один зажимал уши другой глаза третий рот неизвестный мастер потрудился на славу лица и силуэты были детально проработаны фигурки знаменитого трио не вижу не слышу не скажу идея их такова если я не вижу зла не слышу а зле и ничего о нем не говорю то я защищен от него я сначала не осознал что именно меня насторожило а может даже напугало я видел такие фигурки изображения тысячи раз но эти отличались те что я держал в руках не изображались с улыбками они страдали один в муках зажимает уши между пальцев сбегают струйки крови больше он ничего не услышит если бы я интересовался искусством то понял бы что фигурка напоминает картину мунка другой зажимает пустые глазницы царапины на лбу как от клыков или когтей дикого зверя он лишен зрения третий зажимает рот его глаза на выкате фигура согнута словно он стоит на коленях я расставил фигурки на крышке шкафа неизвестный скульптор даже раскрасил дерево в местах проступания крови я был уверен что третья фигурка была лишена языка он уже вряд ли что-то скажет а те двое вряд ли его поймут я постоял еще немного разглядывая находку а потом продолжил уборку правило четвертое проверьте жилье на наличие грызунов иначе они будут мешать вашему отдыху совершенно вымотанный я плюхнулся на бордовый диван он застанал под моим костлявым задом а я застанал от острой пружины воткнувшийся мне в тазовую кость худым от природы сложно нарастить мясо мне это и не нужно удобно что я рукой могу пролезть в любую часть автомобиля я перекатился в сторону подальше от острой пружины желающий меня заколоть другие оказались не менее мягкими черт побери это точно пятна крови на пыточном аппарате который лишь близорукий может оценить как мягкую мебель больно же сука я ударил обидчика ногой и снова взвыл от боли из большого пальца торчала заноза она как пика пробила носок и застряла под ногтем старый бордовый демон был обид деревянными рейками снизу видно они поддерживали его форму не давая развалиться на части я катался по полу держась за ногу когда боль отпустила я смог выдернуть щепку новый спектр ощущений был мне наградой за несдержанность в первую ночь я постелил себе на полу поверх ковра положил плед бросил подушку пристроился на самой холодной ее стране и провалился в сон из-под кустистых бровей на меня смотрели раскосы и цвета голубого неба глаза они изучали меня впитывали рассматривали как под микроскопом несвязанные образы и видения окружили меня космос и хаос превратились в порядок хлам стал произведением архитектуры небо земля свет тьма раскидистый дуб глаза продолжали внимательно изучать я разглядел длинные локоны седых волос седую бороду и кустистые брови мы плыли вне времени вне пространства хочешь стать искусным загремел в подсознании голос я не знал что ответить дай мне каплю крови и я дам тебе все ровно спокойно внушительно вещал он я открыл глаза комната светилась от фонарей направленных мне в окна спина затекла ноги покалывала сердце стучало в груди как будто его хотели вырвать из дивана донеслось странное поскребывание и пищание черт только мышей тут не хватало обязательно выкину бордовое чудище решил я успокоить волнение я был не в силах сон испарился из воспоминаний только всевидящий взор остался со мной преследовал меня следил выжидал правило пятое найдите работу по душе большую часть дня вы будете проводить вне дома утром я выбежал из дома и помчался в сервис заказов уже было полно и я потонул в работе весь день как заведенный менял колодки масла заменял сайлент-блоки подруливающих рычагов совершенно обессиленный я вернулся домой зажег в прихожей свет лампочка тускло озарила помещение и часть комнаты в глубине ее я увидел движение застыл на месте по сердцу пробежали ледяные пальчики кто здесь крикнул я после того как проглотил огромный ком в горле шагнул комнате снова движение в дальнем углу кто тут повторил я более уверенно еще шаг еще движение тени неизвестного он перемещался совершенно бесшумно словно плыл в невесомости резким движением я нажал выключатель яркие лампочки ударили по глазам и на миг ослепили меня прищурившись я осматривал комнату точно сёгун трюмо тьфу ты это ж мое чертово отражение в чертовом трюмо от конфуза хотелось провалиться сквозь землю хорошо что в этот момент я был один так я шаркнул ногой по ковру еще немного и пора будет лечить нервы снова лег на полу снова снился буравящий взгляд он следит проснулся кто-то скребся пищал мне казалось в этом писке я могу разобрать слова чистка дроссельной заслонки заняла весь день вернулся домой повернул ключ в замке надавил на дверную ручку с другой стороны тоже надавили дверь с легкостью открылась ее словно сквозняком распахнула я плашмя ввалился в квартиру зацепился за порог и растянулся в коридоре наверное картина загляденья на радость моим соседям лежу в квартире а ноги торчат в общем коридоре я так устал что мог заснуть и в таком положении вполз внутрь закрыл дверь и снова уснул на полу и давно я так стою спрашиваю себя оглядываюсь я перед трюмо смотрю на свое отражение на часах полночь я что лунатил с каких пор это продолжается вопросы лихорадочно возникали у меня в голове писк доносился из каждого угла квартиры от него нельзя было спрятаться куда бы я не пошел писк преследовал меня сводил с ума он как бесконечный ремонт соседской квартире где дрель не замолкает лунатизм так меня напугал что уснуть я уже не смог вышел из квартиры отправился бродить по городу утром позвоню родителям осторожно выясню прохождение во сне замечали ли они за мной такое раньше решил я про лунатизм родители не знали правило шестое хорошая музыка поможет создать нужную атмосферу и заглушить посторонний шум эти звуки стали неотъемлемой частью моего пребывания дома неважно какими способами но мне нужно было заглушить писк превращавшийся в неразборчивый шепот я приходил домой в наушниках сразу переключался на портативную акустику и включал погромче мне нужен был любой шум в котором посторонние звуки не будут так четко слышны с каждым днем я спал все меньше постепенно связь с реальностью стала ослабевать от недосыпания усталости я не понимал который час какой день недели моя ли сегодня смена начались проблемы на работе заказы путались инструменты выпадали из рук клиенты жаловались на медлительность он что у вас аутист если так вы должны были предупредить кричала разъяренная дама приехавшая на красный аудио 3 почему замена масла и фильтров занимает два дня мы разберемся проведем разъяснительную работу с сотрудниками следующий раз вас обслужат по специальной цене отговаривался мастер-приемщик его второй подбородок трясся как желе коля что с тобой происходит позже спросил меня он его толстые щеки надулись еще больше и раскраснились он весь раздулся как рыба собака это был понедельник ты похож на зомби выспись уже ему было жаль меня но ушат желчи которые вылили на него естественно разозлит любого открываю глаза я сижу в позе лотоса посреди комнаты не понимаю как давно соседи барабанят мне по батарее кто-то стучал в дверь или показалось кажется мне нужна помощь мам привет как у вас дела калюня хорошо что ты позвонил тут такие новости тетя галя ну папина двоюродная сестра на днях заходила к нам и рассказала что дочь дяди миши ну мужа ейного от первого брака приедет на выходные тебе надо с ней познакомиться она очень хорошая девочка пригласишь ее погулять а вот что и срастется услышав мамин голос я готов был расплакаться упаковать вещи прыгнуть в машину и на всех парах мчаться домой мне хотелось забыть этот кошмар как забывают обещание вынести мусор моя упертость и гордость не позволили поступить так нужно было доказать себе что я могу жить один нет мам у меня не получится много заказов я стыдливо опустил глаза и тяжело выдохнул мы врем чтобы не расстраивать своих близких если мать увидит меня в таком состоянии привяжет веревочкой к себе и никуда не отпустит мы с ней поговорили еще немного точнее она говорила а я слушал она рассказывала про соседку таню про сбежавших поросят дяди толи и прочие захватывающие деревенской истории попрощались я повесил трубку и снова остался один на один с шепотом я взрослый и могу решать проблемы ну как минимум свои думал я сидя в салоне чьей-то машины черт знает как давно я сидел внутри и понимал лишь одно я не знаю что нужно с ней делать может требовалась замена поршневой группы а может замена лампочек черт знает правило седьмое запирайте дверь всегда запирайте дверь решил порадовать себя приобрел надувной матрас так значительно лучше чем на полу постепенно погружался в сон шепот никуда не делся он стал различим превратился в слова родина природа порода родня родственники родители народ сродни сроду отродясь родник родить зародыш сродный плодородие родословное урожай родимый рожь рождение ты понимаешь где ты спрашивает меня мужчина с длинными седыми волосами его голубые глаза сияют небесным светом даже не знаю отвечаю ему и оглядываюсь вокруг меня молочная марева очень светло не разобрать подумай хорошенько на кого я похож его кустистые брови сдвинулись к носу понять я не имею может гендальф а может дамблдор ты пришел сказать что я мальчик который выжил и мне пора ехать в школу я понимаю что начинаю истерить и хватало топнуть ножкой все это напрасно и зря я набросился на него но даже во сне мой затуманенный разум не мог мыслить рационально какой кошмар чем у вас нынче голова забита я рот чей рот бог рот слышал бог прародитель творец мироздания я существую в яви нави прави я вне времени и пространства видимо так же вне твоего понимания яви нави прави медленно повторил я а что это как же вам запудрили мозги если вы не знаете родных богов явь земной проявленный мир на в подземный незримый мир правь светлый мир богов мы сейчас в нем это ты наслал писк и шепот который изводил меня последний месяц почему ты не давал мне спать зачем ты меня мучил я наблюдал за тобой изучал общался проверял подходишь ли ты мне не способные меня слышать не могут а ты способный подходящий подхожу для чего зачем ты меня мучил мне хотелось вопить во всю глотку я хочу чтобы ты стал моим новым жрецом он положил мне руку на плечо заглядывая в самые дальние уголки души жри что видимо брежу усталость от недосыпания довела до безумия посетила меня печальная догадка мне нужны подношение крови и тела людского взамен я дарую плодородие здоровье а жрецу творческие вдохновения я выпучил глаза и раскрыл рот нервный смешок вырвался наружу я точно рехнулся здоровый рассудок такое не выдумает ты поймешь что нужно делать когда решишься память родословной поможет он говорил не выпуская ни одной эмоции как тень которая получила голос ты проснешься отдохнувшим и восстановившимся больше безумия не будет одолевать тебя а пока мист будь осторожен не все будут рады оказанной тебе чести и он зычно хлопнул в ладоши открываю глаза в комнату проникает солнечный свет сколько же я спал поворачиваюсь ищу глазами часы ну здравствуй коля а от неожиданности выкрикнул я в дверях стоял симеон он что смотрел как я сплю пришел проверить как у тебя дела смотрю ты разобрал шкафы даже нашел мои работы кучерявый мотнул головой в сторону фигурок почему 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 я как рыба на берегу глотал воздух ртом почему без звонка у меня такие правила я прихожу внезапно когда считаю нужным это же в договоре прописано он еще раз осмотрел квартиру все в порядке ну бывай живи спокойно симеон удалился также внезапно как и появился дверь за ним захлопнулась замок щелкнул что за чертовщина в растерянных чувствах я сидел на краю надувного матраса мой взгляд упал на часы черт я опаздываю в этот день я вновь стал собой работал точно быстро уверенно жалоб не поступало если бы не сказал мне рот над внезапным появлением симеона над своим состоянием да над всем что со мной случилось ответов не было но в этот вечер я взял с собой баллонный ключ правило восьмое защищайте себя всеми возможными средствами ваше здоровье важнее всего входная дверь скрипнула я зашел в тиру дверь открылась нормально без толчков или помощи так как нужно включил свет снова тень пробежала в дальнем углу единственной комнаты я сжал в руке ключ для замены колес снова отражение меня разыгрывает подумал я подходя ближе рука потянулась к выключателю и в этот миг ярко вспыхнула перед глазами глухой удар по голове ноги подкосились тело мне больше не повиновалось я рухнул на пол согласился быть жрецом не знаю услышал ли я вопрос или он возник у меня в помутненном сознании я медленно открыл глаза непонимающим взглядом уставился на ковер узоры разбегались по пыльному настилу голова раскалывалась от боли я даже не мог повернуть ее шевелиться тоже не мог руки стянуты веревкой сзади спинки стула я был привязан к нему привязан намертво кожаный ремень издавал скрипящий звук при каждом шаге шаги незваного гостя приближались ко мне я не мог поднять тяжелую голову и видел только ноги джинсы и кроссовки с разноцветными шнурками кто-то вломился в квартиру разбил мне голову и вышагивал в обуви по чистому полу обжигающая струйка крови скользила по щеке и капала на ковер вот и моя днк теперь осталась на нем на поясе неизвестного я увидел ремень для ношения инструментов гость повесил на него молоток для укладки ламината ну пришел в себя раздался до боли знакомый голос может бессонница вернулась или все это мне снится шлепок снова искры перед глазами он влепил мне увесистую пощечину если бы я стоял то наверное мог бы снова упасть по одной щеке бежала горячая струйка на другой выступала пылающая пятерня меня так бабушка в школу будила хочешь сделать мне больно придумай что-нибудь посерьезнее промямлил я слюна выступила на губах ты видимо не понимаешь что залез туда куда не следует он поднял мою голову за подбородок и уставился в глаза взгляд симеона излучал бешенство ничего для тебя почти все закончилось потерпи немного кучерявый отпустил меня и голова моя снова безвольно повисла как тут у тебя включается музыка спросил он хозяин квартиры включил акустическую систему заиграла композиция из списка моих предпочтений если выбирать музыку вряд ли можно найти что-то лучше хоть на этом ему спасибо ты хотел украсть мою работу жреца я ничего не хотел язык по-прежнему не слушался но стало немного лучше никому не позволю отнять у меня эту должность ты меня слышал заорал он зачем зачем шептал я что говори громче зачем тебе это хочешь знать мои мотивы бог рот дает мне вдохновение а я ему даю каплю крови он помогает мне я кормлю его он помогает всем требуя взамен такую малость настала твоя очередь воздать уважение создателю он снял с пояса стамеску по дереву поднес чашу мне под подбородок и приставил инструмент горло в районе артерии тебе есть что сказать напоследок да есть прохрепел я я готов быть новым жрецом рода что глаза симеона округлились услышь мою молитву рот я отдаю тебе свое тело я отдаю тебе душу свою возьми мои силы даруй мне талант принесу тебе дар наполню граали ты не почувствуешь голода я отдаю тебе душу даруй мне жизнь да прибудет со мной сила рода замолкни но я продолжал солнце явлено было из лица рода небесного про родителей про отца месяц ясный из груди его звезды частые из очей его светлых зори светлые из бровей его ночи темные да из дум его ветры буйные из дыхания дождь и снег и град из слезы его Симеон опустил рукоятку стамески мне на макушку да как опустил перед глазами поплыли круги или облака я наклонился на бок и начал заваливаться за секунду до того как свет перед глазами погас я увидел как Симеона будто поразило молнией он уставился в потолок и застыл его губы безмолвно шевелились я разобрал слова о великий рот пощади его горло словно стискивали невидимые клешни кучерявый хрипел ноги его оторвались от пола тело поднималось выше он левитировал дрыгая кроссовками последнее что я услышал был звук выпитого через трубочку пакетика сока из яви я опустился в нафь в нигде в никогда в темноту и мир духов здравствуй жрец мужчина с седыми волосами до плеч протянул мне руку его кустистые брови разошлись в стороны разгладив складку здравствуй рот я протянул руку в ответ хотел пожать кисть но он схватил меня за предплечье славяне издревле делали это так прогрохотал он показывая древнее рукопожатие не стоит отступать от наших традиций что мне теперь делать один раз в год в день богородицы ты должен совершать обряд он выдержал паузу ты уже понял какой мне это нужно не зла ради не ради жестокости таким образом происходит очищение жертва предваряет новый акт плодородия весь баланс мира завязан на мне понимаешь без необходимой жертвы будут голод болезни и напасти слышал про эпидемии которые лютовали в давние и недавние времена чума оспа сифилис лихорадка пикарди тиф холера испанский грипп мне надо продолжать за свою помощь я прошу малую цену выпивать людей это по твоему малая цена а ты думаешь великая каждый день вы люди преломляете тело господне и пьете его кровь чем это отличается от того что прошу я рот выжидающий смотрел на меня не было в его взгляде ни гнева ни милосердия ничего он смотрел изучал так чем разница вы не играете в богов вы их съедаете вы богоеды при этом ничего не даете взамен скажи мне жрец на земле стало меньше войн болезни или нищеты от ваших некротических ритуалов а если я откажусь быть жрецом обрекающим людей на гибель прости но о таком уговора не было ты сам отдал себя этому делу спас свою жизнь обменяв ее на жизнь Симеона одну жертву ты уже принес работу свою он выполнял не всегда хорошо стал алчным себе любивым один год даже пропустил нужно пояснять каким последствиям это привело или сам догадаешься удивительно но рот произнес это со смехом не надо проверять что будет если ты откажешься делай свое дело а я сохраню порядок уговор он снова протянул мне руку принять на веру его слова я не мог равно как и сомневаться в них и кивнул ему в знак согласия на то мы порешим будь здрав жрец не забывай богородицын день я открыл глаза на языке пузырилась слюна во рту был вкус меди с трудом я принял сидячее положение сильно кружилась голова тошнота подступила будто меня в центрифугу засунули руки кто-то развязал и аккуратно сложил веревку рядом я ощупал голову ни шишек ни ссадин ни запекшейся крови чудесным образом я был исцелен сентябрьское солнце светило в окно я огляделся пустая комната никого на месте где стоял Симеон лежала деревянная фигурка с огромной шевелюрой с деревянной стамеской в деревянных руках выражение лица точно такое же как в его последние мгновения глаза широко раскрыты взор устремлен вверх стопы вытянуты будто он парит я поднялся на нетвердых ногах зашел на кухню заварил себе чашку крепкого кофе написал прощальную записку извинился перед родителями встал на роскошный столик накинул петлю на шею веревку привязал к потолочному крюку на котором ранее висела люстра с абажуром вдохнул выдохнул сердце колотилось в груди страшно ой как страшно перед тем как я сделал шаг вперед ножки стола подкосились он как карточный домик сложился подо мной веревка сдавила горло глаза налились кровью я яростно болтал ногами стараясь зацепиться за любую поверхность тело всегда будет сопротивляться оно без боя не сдастся кого угодно можно обманывать тело никогда треск веревка лопнула я растянулся на полу кое-как ослабил петлю долго хрипел и кашлял в конце концов когда дыхание выровнялось расплакался горькими слезами столик перевернулся с нижней поверхности столешницы на меня смотрела звезда о четырех лучах с загнутыми округлыми концами уговор таким не был раздалось у меня в голове не дуркуй жрец иди на работу и твори свои шедевры я откашлялся и пошел собираться зашел в комнату поднял кучерявую фигурку с пола вот видишь как получилось когда ты деревяшка правило одно бойся жертвенного костра сказал я и положил его к остальным оказалось что у каждой фигурки в руках были предметы кисти саксофон перо как я раньше этого не заметил вот так я стал жрецом рода теперь уже я сдавал современный эдем в богородицын день приносил богу дар фигурки выставляю в ряд они смотрят на меня деревянным осуждающим взглядом но я уже привык не обращаю внимания рот мной доволен а я награжден у меня свое тюнинг ателье для автомобилей где из рухляди делают шедевры я счастлив и работу жреца никому не отдам пользуйтесь правилами при съеме квартиры и подумайте в чем я вас обманул рассказывая свою историю и где была правда а главное задумайтесь не у меня ли вы снимаете квартиру я знаю чего ты боишься Субтитры создавал DimaTorzok